Рейдовые мероприятия начались с микрорайона Донской, с обхода общежития, с жилья, которое не приватизировано. А значит, по-прежнему находится на балансе у муниципалитета. Но вот за горячее водоснабжение и тепло не все квартиросъемщики платят. В результате образовался долг в 38 миллионов рублей. И если некоторые люди действительно в трудном материальном положении, и они об этом извещают в Сочи теплосети, другие, как показывает рейд, сдают жилье, причем за хорошие деньги, а о том, что нужно платить за коммунальные услуги, почему-то забывают. Я только на 12 дней сюда. Хорошо, но с кем вы уже договаривались? Ну, с хозяином. Где хозяин? Телефоны? Мы не поддерживаем связь с ним? Нет, он приходит и все. Как хозяина зовут? Чеченская республика? Да. Наурский муниципальный район. Такая же ситуация и на других этажах. Проживают иногородние, либо родственники. Но никто не в ответе за то, что есть долги перед Сочи теплоэнерго. Дело доходит до суда. В исполнении в центральном отделе находится 378 производств. На общую сумму около 6,5 миллионов рублей. То есть с начала года 3,5 миллиона рублей. Около 200 исполнительных производств было отработано. И люди заплатили. Добровольно оплатили. Либо добровольно, либо принудительно, но оплатили. С судебным приставом здесь тоже сложно исполнить судебные решения. Имущества для конфискации нет. Если же исключена возможность платить за тепло и горячее водоснабжение, то через суд будет решаться вопрос куда более серьезно, чем конфискация имущества. Это уже переселение квартиросъемщиков. Даже если это единственное жилье, но оно принадлежит муниципалитету и по нему имеются долги свыше 20 тысяч по всем коммунальным службам, уже достаточно оснований для того, чтобы такой иск выиграть в суде. И получить решение о их выселении, переселении на койко-место, если это даже общежитие. Но, как показали первые итоги рейда, граждане не проживают в комнатах общежития, принадлежащего муниципалитету. Чтобы не потерять его, нужно оплатить долг. Для этого необходимо обратиться в отдел по работе с должниками Сочи Теплоэнерго и договориться либо о погашении долга сразу, либо о поэтапной оплате. Елена Всецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ